Федор Смолов может стать игроком московского Динамо. Одна из самых свежих новостей 2022 года. Конечно же, этот нападающий может усилить существенно атакующую линию московского Динамо. Мы понимаем, что чемпионат России не на столько высокий уровень, как в английской лиге, в немецкой, в испанской или в итальянской. Поэтому, конечно же, при скоростях, которые сейчас в российском футболе, я думаю, что Федор Смолов еще как минимум 2-3-4 сезона сможет играть на высоком уровне. Если московский Динамо выйдет в следующем году в Еврокубке, а с чего, я думаю, мы исходим на данном этапе, то, конечно же, с таким маститом и опытным игроком московскому клубу будет несколько проще оставить свои позиции на уровне Лиги Чемпионов или Лиги Европы. Поэтому, я думаю, конечно же, прообретение Смолова это очень важный шаг и усилить не только атакующую мощь московского Динамо, но и придаст уверенность и опыта дополнительного молодым игрокам, конечно же. Потому что, я думаю, что с таким игроком проще расти, будут и Захаряну, и Тюкарину, им есть что поучиться, чему поучиться у Смолова. Поэтому, конечно, Смолов, если взять из игроков нападения российских в последние годы, последние десятилетия, то, конечно, Смолов один из самых перспективных был игроков 6-7 лет назад. Обидно несколько, что он, опять же, не приграл в немецком чемпионате, потому что были предложения, и была возможность несколько лет назад приграть в Дортмундской Боруссии. Сложно сказать, почему не получился этот переход, но я думаю, что... Сейчас уже Смолов, ему уже 31, уже, можно сказать, возрастной игрок, но я думаю, что, конечно же, он сможет помочь московскому Динамо закрепиться, как минимум, в тройке ведущих клубов России и выполнять такие высокие задачи, как удается тренерскому штабу, в который входит и немецкий специалист, и возглавляет клуб, конечно, московская Динамо, сейчас немецкий тренер. Я думаю, что с этим футболистом им будет очень интересно поработать.